Татышлинский район Татышлинский район Татышлинский район Татышлинский район Татышлинский район Обновленный он будет радовать гостей и жителей города. В Илишевском районе пройдет акция «Здоровая республика, здоровый регион». 26 сентября автопоезд приедет в Верхний Иркеево, 29-го в село Андреевка, 3-го октября в село Дюмеево, 5-го в Верхний Мончарово. В передвижном центре здоровья сельчане могут проконсультироваться у врачей, пройдут медосмотр и получат первичную медицинскую помощь. Впервые в истории КВН Башкортостана команда из города Нефтекамска попала в финал первой телевизионной лиги. Ранее этого не удавалось сделать ни одной команде. Команда «Нефтик» обошла на стадии полуфинала Нижний Новгород, Симферополь, Екатеринбург и Самару. Финал состоится 30 ноября, где помимо башкирской команды привнуты участие команды из Краснодара, Улан-Удэ, Москвы и Росатома. Нас абондует, нас абондует, вот так! Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп! В Бирске в Дертюлях прошел праздник «Дети. Наше будущее» организовала его компанию «Фанет». В этот день первоклассники познакомились с профессионалами и рассказали, кем они хотят стать, когда вырастут. Когда вырастешь, кем хочешь стать? Военным. Врачам. Английским переводчикам. Я думаю, что песцом, например. Какие песни будешь исполнять? Я не знаю еще. Самое важное, что есть в нашей жизни, это дети. Для компании «Фанет» конечно очень важно, чтобы дети развивались, росли, дети понимали, кем они хотят стать. Ребята, которые готовили эти площадки, наши сотрудники, они на протяжении месяца прорабатывали, проживали. И, как мне кажется, получилось очень круто. В Дертюлях впервые за школьные парты сели более 300 детей. Больше всего они хотят стать врачами, полицейскими, стоматологами и ветеринарами. А в Бирске в первый класс пошли около 400 ребят. Они также мечтают носить погоны, лечить людей и животных. Праздник в обоих городах завершился ярким фейерверком из красок. От такого зрелища в восторге остались и взрослые, и дети. Все нормально, все просто лайк! Классно! Меня понравилось камни воскрасывать. Очень классно! Вообще красный праздник! Очень все понравилось, особенно ребенку, довольный. Мы в восторге вообще, здорово. Всегда бы так бы, почаще. Дети узнали очень много разных профессий, все попробовали сами руками сделать. Очень интересно им было. Приезжайте еще. Это вот действительно наше будущее. У них будет какая-то заинтересованность в этом. Я просто рад за них. Глядя на них, сам радуюсь. Выходные в Башкирии прошел Кросснации. В Дертюлях на старт вышли 113 человек. Победители определяли в трех возрастных группах. Они бежали дистанцию от 500 до 2000 метров. В Бураево в Кроссе участвовали все. От мала до велика. Учащиеся школ, молодежь, трудовые коллективы и любители активного образа жизни. Победители наградили медалями, грамотами и памятными статуэтками. В Благоварском районе состоялся открытый республиканский конкурс исполнителей песен Римма Хасанова «Чачкаляр Уяныр». В нем приняли участие народный вокальный ансамбль «Жиде Ген Чишмя» из Татышлов. Он был удостоен диплома третьей степени. А Светлана Шаехова и Аяс Ахметов награждены дипломами за активное участие. В Бирской школе номер 7 состоялось посвящение первоклассники. Ребята показали свои умения. Они уже читают, читают, танцуют, знают стихи и песни. К мероприятию первоклассники подготовили выставку подделок из природных материалов. Праздник посетила инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения Ирина Гельванова. Она напомнила детям правила движения и подарила светоотражающие браслеты. 21 сентября в Башкирии прошел единый день экологического субботника. Коллектив ДК «Нефтяник» и Краснохомской библиотеки присоединились к акции. Убрали прилегающую территорию. На субботник вышла и многодетная семья Кудайметовых. Они с самого раннего утра приступили к уборке за клубом. Напомним, что 5 октября состоится еще один субботник. Присоединяйтесь. 12 юных бирян приняли участие в соревнованиях по плаванию. Они прошли в Благовещенске. Всего было 70 участников. В комплексе 100 метров победителями стали Данила Астахов, Екатерина Бадулева и Лейла Менигаянова. Виталий Булаев занял второе место. Ксения Гришина завоевала золото на дистанции 25 метров кролем на груди. На дистанции 50 метров брасом победу одержала Дарья Ибатова. А Кристина Семенова стала серебряным призером на дистанции 50 метров в вольном стиле. Матвей Эзау занял второе место в категории 25 метров кроль на спине. Все ребята тренируются у инструктора Гульчачак Никматулиной. Первоклассников Татышлов посвятили в пешеходы. Главным героем праздника стал светофор Светофорич Мигалкин. Он познакомил ребят с сигналами, а также с основными видами дорожных знаков. Первоклассники отвечали на вопросы, разгадывали загадки и играли в игры. В конце праздника ребята получили светоотражающие наклейки. Школьники Болтачевского района приняли участие в 22-й спартакиаде по баскетболу. Первые места заняли юноши и девушки Староболтачевской школы номер 2. Второе место завоевали школьники села Нижний Сакияс. А третье Староболтачевская школа номер 1. Всех участников и призеров наградили почетными грамотами от имени главы администрации района. Победители соревнований будут защищать честь района на региональных соревнованиях. Они пройдут в Верхних Татышлах 7 декабря. 24 сентября в стране открылись образовательные центры точки роста. В них будут обучать детей по цифровому, естественно научному, техническому и гуманитарному направлениям. В селах и малых городах Башкирии создали 133 образовательных центра, в том числе и в Татышлах. В Верхних Татышлах на базе школы номер 1 и 2 состоялось торжественное открытие центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». Это новое образовательное пространство, оснащенное современным оборудованием. Здесь будут проходить занятия по предметам технологии, математика и информатика и основы безопасности жизнедеятельности. Вот как раз эти наши центры будут точками старта, точками опоры для развития системы образования нашей страны. Все учителя прошли дистанционное обучение. Некоторые ездили на повышение квалификации в Екатеринбург. Например, учитель технологии Роберт Сидиков. Он утверждает, что сначала сам заинтересовался новыми технологиями. Учителя продолжат обучение и будут перенимать опыт друг у друга. Мы специально учителя технологии готовили на базе квантуриума в городе Екатеринбург, где мы прошли курсы обучения, где ознакомились с новыми направлениями хай-тек, роботехника, промышленный дизайн, программирование. Мне самому было интересно, конечно, ознакомиться именно с новыми технологиями, работать. Для центров образования закупили современное оборудование. В дальнейшем планируется еще оснастить дополнительными технологиями. На данный момент у нас осуществлена поставка 3D-принтера, шлем-маска виртуальной реальности, лего-конструкторы, канцелярской принадлежности, инструменты для технологии, ручные лобзики, электрические лобзики и так далее. По манекенам, по образу, по оказанию первой помощи. И вот в конце недели ждем поставку ноутбуков, 10 ноутбуков еще должны привезти, и экран мультимедийный плюс проектор. Ребятам сельские медицинские вот это дает возможность обучаться новейшим технологиям, где будут ребята работать, создавать проекты. У каждого из вас будет выбор, чем заняться, что изучать, собирать ли конструкторы, использовать ли 3D-принтеры для создания каких-то макетов, погрузиться ли в виртуальную реальность с помощью комплекса «Виртуальная реальность», изучать ли информатику на мощнейших компьютерах. Помимо обучения по предметам, в центрах будут работать и дополнительные общеобразовательные программы цифрового, естественно-научного, технического и гуманитарного профилей. Обучаться в центрах школьники смогут и во время каникул. Они же принимают участие в различных соревнованиях. Мне очень нравится делать вот такие работы. Это очень увлекательно и развивает мозги. Сейчас я делаю свой проект «Машинку на моторчике» и мне это очень сильно нравится. Мы еще ездим на разные участия, выигрываем там призы. Сначала мы поехали на соревнования «Сумо» в Бирск, а потом на то же, только мы ездили уже в Уфу. Хотелось тоже снова собрать своего робота, съездить и получить призовое место. Чтобы он был хороший, крепкий и чтобы программа тоже была хорошая. Должен быть сильным, устойчивым и всегда нападать на противника. Советую всем тоже записаться на этот кружок, строить роботов, радоваться, получать призовые места. Да, учителя здесь учат очень хорошо, все объясняют благодаря ним. Вот мы сейчас получаем места, работаем с вот таким вот «Лего». Если прошлое поколение мечтали стать космонавтами, комбайнерами и милиционерами, то сейчас современная молодежь мечтает стать программистами и робототехниками. Я сейчас собираю робот, который умеет ходить. Он будет добывать уран, собирать мусор, чтобы экологии, чтобы мусора поменьше стало. Я это буду продолжать даже когда вырасту. Мы собрали разных роботов с моторчиками и без. Некоторые сделали машины, работающие на двигателе. Я хочу стать, когда закончу школу, программистом. Сейчас ребята уже очень опытные. Новые наборы, которые поступили в нашу школу, они изучили за два дня, поняли возможности этого набора и могут даже сами сейчас проводить занятия с младшими классами. В точках роста есть зоны для работы с ручным инструментом, 3D-оборудованием, шахматная гостиная, медиазона, зона проектной деятельности. Вне уроков посещать образовательные центры смогут все учащиеся. Появление центра изменит образование. Уверены педагоги, оно станет современным и интересным. Станик из Татышлинского района стал третьим на турнире Терра Башкирия. 11 этап соревнований прошел в воскресенье в Уфе на Ипподроме Акбузат. Соперниками Айназа Нурулина стали жакеи из четырех районов Башкирии. На соревнования наездники приехали еще в субботу, чтобы подготовиться. Все же на Ипподроме впервые не только жакеи, но и лошади. Из Татышлов ехали четыре часа, поэтому первым делом идут гулять, а заодно изучать трассу. Давайте один круг потихонечку сделайте, только не гоните слишком, ладно? Привезли шесть лошадей. Это чистая, местная, улучшенная порода, можно сказать. Приехали самые лучшие. Надеемся, что они результаты покажут хорошие тоже. СПК Амирова одна лошадь. Кармарса две лошади предоставила. СПК Кирова. ОСП Крупская. Айнас и его лошадь Ирке приехали из деревни Кашкакова. Лошадь тяжело перенесла дорогу, говорит наездник. Для нее это стресс. Первый раз поехала так далеко. Страшновато, конечно. Первый раз на таком большом ипподроме уже в Уфе. Я пройду там постоянно в деревне, по улицам скачусь, и все. Тут же большой ипподром, все смотрят, зрители много. Наездники скачут по пустому ипподрому, а тем временем Айрат Зуфарович наблюдает за каждым. Очень даже доволен. Потому что таких у нас конезаводов нет. Специально для спортивного состязания мы их не выращиваем. Спасет животных у нас. Скот. Большинство лошадей у нас таких. Ирке тоже работает в деревне. Летом участвует в Сабантуях. Первое время тяжело было. Никак не мог. Теперь уже привык чуть-чуть. В этом году подряд первое место занимал. Четыре раза первое место. В районе не получилось, конечно. Четвертое место. На республиканском турнире Айрат Зуфарович ставки ни на кого не делает. Говорит, наградим всех татышлинских наездников и лошадей. Айрат Рахимов по образованию животновод. Поэтому, когда предложили возглавить делегацию района, даже не думал. Я же не могу кому-то механику или кому-то доверить лошадей. Естественно, переживаю за каждую из них. Постоянно связь держали между собой, между наездниками. Айна Зу держать связь со своей лошадью Ирке непросто. Сейчас парень учится в Нефтекамске. Скучает. Приезжаю постоянно уже. Никак без нее не могу. Привык. Есть 4 года уже. С 3 лет я начал на ней кататься. Кстати, она моя первая лошадь, которую на ней сел и полюбил. Больше не смогу. Никому не отдал уже почти 2 года. Сегодня для Айназа и Ирке важный день. Соревнования начались с предварительных скачек. Дистанция 1400 метров. Среди наездников каждого района отобрали лучших. А заодно и разыграли приз главы администрации. Ирке сразу возглавила скачку. Но по ходу дистанции Иркес боит. И она приходит второй. Результат 1 минута 53,9 секунды. Отставание от лидера Ильдара Минигулова 5 секунд. Пока жокеи отдыхали, зрители развлекали творческие коллективы из районов Башкирии. Следующий этап соревнований был сложнее. Жокеи, занявшие первые и вторые места, пересели на лошадей ипподрома. Они достались им по жребию. В борьбу за главный приз включились 5 районов. Бураевский, Татышлинский, Шимбайский, Нуримановский, Чешминский. Айназу досталась лошадь по кличке Алтынай. Айназ пришел шестым. Его лошадь показала резвость в 1 минуту 50,7 секунды. После наездники поменялись конями. Айназ пересел на того, который пришел пятым. Им стал конь по кличке Нурулы. Один старт одессы, скачки, второй скачки, чемпионат жакет, любители одессы, утром нервного дня. Скачку поел четвертый номерал в Барстужи, шестой номерал Тен-Ай. Под руководством Айназу конь идет шестым, но финиширует четвертым. 10 лучших наездников 11 этапа поднялись на сцену. Татышлинский наездник Ильнар Менигулов, который завоевал кубок главы администрации, по итогам всего соревновательного дня занял девятое место. Айнас Нурулин – третье. Итак, дамы и господа, третье место и малый кубок сегодняшнего дня из Татышлиевского района. Айнас Нурулин – третье место. Все супер прошло, все понравилось, особенно места, выиграл, вообще очень рад. Я почти уже сомневался, но лошадь не сомневался. Пять лет лошадь я сомневался уже. Не по тебе, мне есть, значит, могу. Какого на чужую лошадь скакайте? Более две разные лошади было. Конечно, по-другому, но все равно есть опыт, есть можно. А как себя моя лошадь сказала? Доволен ей? Доволен, очень доволен. А на полоте что-то сегодня? Молочит. Что? Сена. Победителем соревнований стал спортсмен из Бураевского района Азамат Аглямов. Финал конно-спортивного турнира «Терра Башкирия» состоится в день республики 11 октября. Лидеры гонок – жокеи из Бураевского, Дуванского, Ильишевского, Дертюлинского, Мишкинского, Федоровского, Довлекановского, Бешбуляхского, Стерлитомахского, Куюргазинского и Кугорчинского районов сразятся за главный приз – Кубок главы Башкирии. Детская модельная библиотека «Тетышлов» победила в конкурсе социальных и культурных проектов. На выигранные средства библиотекари приобрели ширму и для кукольного театра «Перчаточные куклы» и аудиосистему. 25 сентября состоялся первый спектакль. Давайте знакомиться. Меня зовут Забыл. Лягушка? Нет. Игрушка? Нет. Брушка? Ребята, может, вы увидите, как меня зовут? Веселый Петрушка пришел в гости в детский сад «Ромашка». Он со своими друзьями, перчаточными куклами, рассказал ребятам сказку про колобка. За ширмой не актеры, а обычные библиотекари. Заведующая детской модельной библиотекой Гульнара Ахметова после спектакля не сразу выходит из роли. Для нашего кукольного театра мы приобрели вот такие красивые, красочные, смотрите, они какие красивые куклы. Приходите, ребята, в нашу библиотеку. Мы вас научим, как с ними играть, как с ними пользоваться. Поставим с вами сказки. Эти куклы мы приобрели с целью приобщения детей к чтению. Наши детки любят вообще книжки. Книжки любят, библиотеку любят. И чтобы еще больше их ходило, мы хотели всегда организовать кукольный театр. Кукол, ширму и аудиосистему приобрели на грант, который выиграли в конкурсе социальных и культурных проектов «Лукойл». Цель конкурса – поддержка инициатив местных сообществ. Хотелось бы сказать слова благодарности организаторам и руководителям конкурса социальных и культурных проектов «Паулу Койл» за поддержку и реализацию нашего проекта. 25 сентября для детей старших и средних групп детсада «Ромашка» детская модельная библиотека провела театрализованный праздник. Детство звонкое смеется. Ребят веселили литературные герои и персонажи любимых мультфильмов – «Маша и Медведь», «Симка», «Буратино», «Мальвина», «Домовенок Кузя». Я играла в роли Мальвины, проводила с детьми увлекательные, веселые игры и подвижные танцы. Мы сегодня получили массу положительных эмоций. Дети встретили нас с восторгом, особенно наши новые куклы. Мы еще раз обязательно туда вернемся. Все дети у нас такие радостные были, обрадовались, что мы пришли. Вместе со сказочными персонажами дети с большим интересом играли в игры. Скоро сказочных героев и кукол увидят и ребята из района. Театр отправится на гастроли. Мы планируем съездить в село Шулганово. Там у нас детки, приют там детский. Планируем показать наши мероприятия с этими куклами в больнице, в детском отделении. Обязательно реабилитационный центр. С ними мы тесно сотрудничаем. А со школой мы даже не расстаемся. Дети тоже с трудом расстались с куклами. Но без подарков не остались. В конце праздника библиотекари раздали им флажки и шарики. И пообещали, что вернутся с новыми приключениями любимых персонажей. Приходите в нашу библиотеку. И мы поиграем с вами. Вот с этими куклами, дорогие ребята. На сегодня это все новости. Я благодарю вас за внимание. Смотрите новости верхних ТТ-шлов каждый четверг в 7 часов вечера. Поделиться своими новостями вы можете в группе Уфанет в ТТ-шлах ВКонтакте или позвонить по телефону 09-388. С мобильных устройств бесплатно. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова